Я каждый раз забываю записывать начало влога, и мне приходится это делать после того, как я уже смонтировала весь влог, и выяснилось, что там нет начала, когда-нибудь это изменится, но не сегодня. Моя волос трэш. Особенно эти стулья ужасные, это трэш. У меня что-то три акрилы, это нам не подходит, мы заберем секси. Всем привет, рада видеть вас на своем канале, это новый влог, можете сразу подписаться на канал, чтобы не забыть это делать потом. Влог начинается с празднования 8 марта, я его отмечала в компании подружек, и мы выбрали короки-бар, это, наверное, с программой. Самым важным критерием было, собственно, наличие программы, потому что мы не хотели сидеть просто так, хотелось какого-то праздничного настроения веселого, поэтому искали места, где есть какая-то еще развлекательная часть. Мне очень понравилось, там кальяны были, я такое не особо люблю, и место тоже было так себе в целом, еда нам тоже не особо понравилась, но программа была норм. Нам удалось повеселиться, естественно, и еще мы поняли, что караоке — это прям наши караоке, супер. Песня простая, что мы каждый раз знаем. Это плохо, а? Я у них все плохо. Еще в марте я ходила на спектакль «Свидание вдвоем», «Свидание на двоих», подождите. Первое свидание было. В общем, обещалось, что это будет уникальный формат, мюзикл со столиками. Зрители, уютно разместившись за столиками, на вечер становятся гостями баров, которые превращаются в паркетный зал, театр, и так далее. Не особо уютно было, если честно. Стулья ужасно неудобные. Просто отвратительнейшие стулья с железной спинкой, с одной такой палкой железной. Я еле высадила то время, которое продолжалось в мюзикл, и у меня ужасно болела спина все это время. И столики тоже были расположены странно. Столы стояли, получается, прям между стульями. Кто-то эти столы пытался выдвинуть вперед, но не разрешали, потому что ряды должны быть свободными для прохождения. И поэтому многие люди вообще стол отодвигали куда-то там с краю от себя. В общем, мне кажется, что это не очень удобный формат. Ну, а когда между вами столик, это как бы тоже такая себе вся коммуникация с человеком, с которым ты пришел, она нарушается. Поэтому в качестве свидания я бы туда точно не пошла. Спектакль оценю, наверное, на 7 из 10. В целом так вот сходить, провести вечер прикольно. Если оценивать еще и стулья, и место размещения, и вот это вот все, то вообще, наверное, 3 из 10 поставила бы. Мы устроили зону со стульями и столами прямо на входе театра. И люди, которые сидели с краю, мне кажется, что им было достаточно холодно. Там прям двери сразу идут, ну, которые, соответственно, на улицу выходят. И в целом в этом зале было не особо тепло. Вот, а им, я думаю, вообще было прямо достаточно так холодно. Здесь вот на входе, блин, вход... Ну, по-моему, острый. Нет, ладно. Да, ладно, пожалуйста. Что я строю? Мир. Пришли на спектакль, первое свидание, которое проходит вот так вот со столиками, с листами. Первый раз на таком, в такой рассадке. Посмотрим, понравится нам или нет. Я пришла с универом, и меня здесь уже ждала посылочка. Посылочка от Ильды Батте. Я заказала палетку от Too Faced, потому что я проверила сроки на своих. И, кажется, пора уже их менять. Я заказала Too Faced, потому что, мне кажется, что они одни из лучших вообще в плане теней. Вообще, у нас в России я ношла только одну палетку Too Faced, один вариант. Я не очень хорошо искала, возможно, есть что-то еще. Но, в общем, я, чтобы не запариваться, решила выбрать в Ильды Батте. И палетка мне подошла полностью, устроила меня по картинке, по крайней мере. Там, в основном, она вся из таких коричневых оттенков. И в теплых цветах, в общем. Это как раз то, чем я чаще всего пользуюсь. Я ее покажу поближе, наверное, в следующем видео с каким-нибудь макияжем. С ними идет такая книжечка, в которой разные варианты макияжа, которые можно сделать с этой палеткой. Боже, какое все красивое. Я сейчас жду самокат, когда он приедет, потому что, естественно, готовить мне уже лень. Время, наверное, часов 8, я думаю, сейчас. Мне очень хочется кушать, а готовить совершенно не хочется. Я сусую кружечку домой. Дома я вам покажу. Так, вроде, на первый взгляд, когда мне ее упаковывали, все выглядело очень интересно. Вот. Ну, вроде бы, достаточно аккуратно так получилось. Мы посмотрим дома еще. Я пришла домой с кружкой. Сейчас будем распаковывать, смотреть, что тут. Как она получилась, не получилась. Ну, такая она, конечно. Вот это вот я хотела, чтобы оно было кривенькое такое. Но здесь вот всякие складочки есть. И я не понимаю, почему не покрыли вот эту вот сторону лаком. Странно. Написала я в студию, где делала кружку. Мне сказали, что так и должно быть. Видимо, это связано с тем, что ее покрывают лаком или чем это. Чем покрывают кружки. Ну, что-то похожее на лак. И вот так вот ставят, соответственно, в печь. А второй раз ее, наверное, обжигать нельзя. Поэтому нет варианта вот так вот поставить и здесь еще покрыть. Ну, ладно. В целом, наверное, привыкну. Мне сказали, что ее можно пользоваться, что все хорошо. Но вот чисто тактильно, конечно, вот эта вот история не очень приятна. Я не знаю, может быть, ее можно как-то подшлифовать. Напишите, кто знает. Можно ее шлифовать? Можно вообще что-то сделать, чтобы оно приятнее как-то ощущалось? Надо выкинуть тюльпаны уже. Я еще сегодня с утра проснулась, чтобы снять видео пораньше. И в итоге я забыла нажать на кнопку, и оно не записалось. Разумеется, потому что я не нажала на кнопку. И, в общем, я расстроилась сначала так с утра. Я это увидела, думаю, нет, 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 нет. А потом, думаю, ну, в целом, будет повод и завтра пораньше встать. А поскольку у меня с этим проблемы, надо тренироваться и учиться вставать раньше. А еще из-за того, что у меня завтра будут пары, у меня завтра зачет, по-моему, вообще. В общем, мне надо будет прям хорошо так пораньше встать, чтобы все успеть сделать, и собраться, и видос доснять, и выложить тот видос, который у меня уже отснят. Сейчас планирую расписать все в Notion. У меня в целом расписано, но, видимо, система не особо удобная для меня, раз она не работает. Мне надо подумать, как это все можно скомпоновать, как распределить, чтобы, в общем, мне было все видно, все задачи понятны, можно было легко среди этого всего ориентироваться и как-то поднять свой уровень продуктивности, наверное. Я сейчас вяжу себе свитер, такой кроп-свитер. Я не знаю, на самом деле, какой он получится. Возможно, он после стирки вытянется, и получится не кроп. Я еще пока не очень понимаю, как вообще работать с пряжей, что там вытягивается, не вытягивается, вот. Но то, что получается сейчас, я уже связала спинку, вяжу перед, и останется еще рукава. И пока мне в целом нравится то, что получается. Иду стираться. Иду стираться. И еще мы с подружками набрали кучу кейс-чемпионатов в этом месяце. В общем, мы встречались в кафе, обсуждали тему, накидывали план работы. И, в общем-то, пытались что-то занять в этом кейс-чемпионате. И, в общем-то, в одном из них мы попали в 25% лучших решений этого кейс-чемпионата. Я просто трогусь сегодня. Кто у вас здесь? У нас есть скрам-мастер. Скрам-мастер делают? Ага. Скрам-мастер делают? Специально еще для скрам-мастер. Кто еще задизайнить будет именно завод? Не дизайн. Придумать что-то для него. А в кроникам скоро? Мы с девочками собрались гулять и забежали сейчас в Look Online, потому что одна из нас решила пошепиться, пока нас ждала. И вот теперь мы ее ждем. Одинакового цвета, Джинджи, передавая. Нет, не одна. Ваши впечатления от новой коллекции Look Online? Блин, ну... Нормально, кстати. Слушай, вот так вот ты приложила, мне прям очень нравится. Кофта вообще супер. Вот это просто на лёгкость. Вот это вот на тебя прям в сексе смотрелось, чёрненькая. Мне чёрненькая только понравилась. Да, мне очень... Вот думаешь, ее сенсивы-то как раз. Все нормально, да? Я не сказала про состав этой кофты. Она передумала. Правда, кофта там стены, она красивая. Очень красивая. Мне что-то три акрилы, это на мой подходит. Мы заберем секси кофты. Да, Маша предложила. Девочки, шоппинг-клуб. У меня ещё на шопах красивые украшения. Серёжечки, вообще, вот эти вот тут симпатичные. У меня лицо бластит. Жесть, подождите. В общем, мы с девочками сегодня выбрались, наконец-то. Сегодня 31 марта. Мы празднуем последний день первого месяца весны. И спустя минут сорок после назначенного времени мы наконец-то собрались. И сейчас немножко прогуляем. На улице солнышко. Мы идём гуляем. Кайфуем, наслаждаемся теплом. Я вообще суперлегко одета сегодня. У меня кроссовки, тренч. Мы идём с Дашкой снимать контент. Она меня просто как-то так хорошо поймала на солнышке. У меня лицо блестит. Я уже не знаю, что с этим сделать. Она уже всеми салфетками протёрлась. Ладно, это сейчас модно вроде. Это шок. Дождём. Мы пришли в ресторанчик. Сегодня 20 градусов на улице. У меня вообще на самом деле шок, как так быстро. И как вот из куртки буквально за три дня я уже могу гулять просто в пиджаке. Это восторг. А завтра опять холодно. В такую погоду, конечно, вообще не хочется вылезать с улицы. Хочется всё время только здесь и находиться. Мы стараемся максимально проводить всё свободное время на свежем воздухе. И насладиться, успеть насладиться этой тёплой погодой. И весной уже потихоньку начали появляться почки на деревьях. И это не может не радовать. Я очень люблю подкасты. И я очень часто что-то слушаю, когда иду куда-нибудь или просто дома чем-то занимаюсь вместо музыки. Но сейчас, правда, не так много интересных подкастов, как было буквально месяца три назад. Не знаю, с чём это связано. Но сейчас как-то мало интересных тем мне попадается. Один из моих любимых подкастов — это «Голучиться». И его ведут два, собственно, ведущих. И они приглашают к себе людей из различных сфер, с которыми обсуждают разные вопросы. И вот сегодня я слушала подкаст про то, как определиться, какие курсы тебе необходимы, и в целом про тему самообразования. У многих людей есть проблема, как я понимаю, исходя из количества подобных подкастов, подобных тем, которые обсуждаются. Достаточно у большого количества людей проблема заключается в том, что они набирают много курсов. В период, наверное, какой-то активности, мотивации и так далее. А в итоге заканчивают из них очень малое количество учеников. И многие люди не доходят до конца и забрасывают эти курсы буквально на нескольких уроков. Кто-то говорит о том, что курсы обязательно должны быть платными, потому что так меньше вероятности, что ты их забросишь. Потому что ты туда вложил деньги, и будет не очень приятно их просто потерять. Но мне кажется, что это не очень работает. Когда люди забрасывают курсы, они понимают, что не готовы тратить на это столько времени. И, видимо, их время, которое они сэкономят на том, что не будут проходить этот курс, оно стоит дороже, чем этот курс. Поэтому стоимость курса, она как бы и не особо мотивирует. В подкасте поднималась тема мотивации и того, что нужно изначально знать себя, понимать, что тебе интересно, что тебе неинтересно. И уже исходя из своей мотивации, выбирать эти курсы. В «Неверие» мы неоднократно обсуждали, что есть мотивация. Это как раз-таки про внутреннее какое-то желание человека и про стимулирование. И стимулирование — это внешнее. Если говорить про работу, вот человек замотивирован как бы сам, и при этом работодатель, он добавляет стимуляцию к этому. То есть какие-то плюшки, которые ты можешь получить, если завершишь какую-то задачу, если окончишь курс, например, тебя повысят или дадут какую-то премию, или, допустим, наказание. То есть без законченного курса, например, ты не сможешь дальше расти в карьере, в профессиональной деятельности. Эксперт, который был приглашен, девушка, она предлагала... Ну, это в целом очень известная история, когда ты рассказываешь о своих целях другим людям, и типа тебя это должно мотивировать. Я раньше рассказывала о своем знакомом, который, когда ставил себе цель, рассказал об этом ей, и в качестве наказания придумал себе такое, что если он эту цель не выполнит, он побреется на лысо. И вот он там выполнил что-то 95% этой цели, и она ему сказала, что типа, ну вот, ты же человек слова, нужно вот бриться, значит, пожалуйста, вперед. Мне кажется, что как раз-таки в этом и заключается сложность именно самообразования, то есть того, что с работой вообще не связано. Как раз-таки в отсутствии стимулирования внешнего вот этого. На одной мотивации вообще далеко не уедешь, это работает на первые три раза, а потом нужно выстраивать дисциплину, встраивать новое какое-то свое увлечение, свою работу. Как говорилось в подкасте, необходимо выделить там, да, окошки в календаре, в которые ты будешь заниматься этой деятельностью. И, соответственно, все другие занятия убирать для того, чтобы иметь возможность выполнить эту цель, которую ты себе поставил. И вот там ведущая задала вопрос, а если постоянно появляются какие-то срочные дела, типа руководитель вызвал, друзья пригласили погулять, в общем, постоянно выходит так, что цель, которую ты себе поставил, она отодвигается из-за этого. И ответ эксперта был, что это расставление приоритетов. Да, но, возвращаясь опять-таки к стимулированию и мотивации, очень сложно найти такое стимулирование для собственной цели, которая бы реально помогала ее достигать. Человек все равно достаточно лояльно к себе относится, и вряд ли кто-то в качестве наказания самому себе за невыполнение своей же цели что-то такое придумает, от чего он реально будет испытывать какие-то страдания, и если он тебя этого лишит, ему реально будет очень там плохо, грустно, и вот там действительно это будет стоить того, чтобы выполнить эту цель, выстроить дисциплину, включить это в свою рутину и так далее. Либо, второй вариант, он просто забьет на свое обещание что-то себе, как-то себя вознаградить в случае, там, если он цель выполнит, или как-то себя наказать в случае, если он цель не выполнит. Мне кажется, что большинство людей бы просто забили. И вот эту ситуацию, которую приводили с человеком, который пообещал пообретеналу, если он не выполнит какую-то цель, и, видимо, эту цель выполнен, потому что ему сказали, что типа ты что, не человек сло. Я примеряю эту ситуацию на себя, и если бы я придумала какое-то такое наказание, и мне бы потом сказали, ты что, не человек сло, ты теперь должен вот это вот наказание выполнить. Я бы сказала, ну да, не человек сло, и что? Ну, то есть, типа, это как будто бы не какое-то серьезное стимулирование, да? То же самое с наградой. Если бы это было... Если бы я себе реально назначила награду, которую я бы очень хотела, что-то вот я бы загадала такое, что я бы супер хотела получить, и цель бы я не выполнила, я бы все равно эту награду себе позволила. Не дело, если нужно закончить, например, такой же курс, возвращаясь к этому, но для работы, потому что тебе даже... У тебя может даже не быть особой мотивации это делать, но за счет внешнего стимулирования, например, тебе скажут, что дадут премию там в два твоих оклада, и ты такой, это уже вкусненько. Ты реально понимаешь, что если ты эту цель не выполнишь, ты не получишь то, что тебе пообещали. Всем спасибо за просмотр влога, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, и увидимся в следующем видео. Пока!